всем привет и мы продолжаем наш марафон верстки 1.0 это уже третья часть мы с вами будем верстать сегодня второй блок вот этот вот ну и в принципе поехали для начала возьмем цвет этого блока да здесь мы откроем наш main css точнее так 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 overlay включим чтобы видеть что мы вообще делаем затем открываем индекс html и здесь смотрим нас есть хедер и делаем секс секс он . сервис с потому что у нас это в принципе вот тут показано что это сервис сразу контейнер и сразу можно сделать здесь ну пусть будет какой-нибудь mini caption our services вот mini caption our services смотрим что у нас здесь вот он появился прекрасно теперь идем в стиле сервис с гран-колор мы взяли как прошлый раз возьмем высоту чтобы лучше понимать что происходит но и принципе мини caption в 100 процентов текстолайн центр остальные стиле нам подскажет авокод здесь у нас будет миксин от пенсии по моему так лишнее убираем смотрим ошибок не значима правильно сказали да в пенсии дальше по 1 топ шестерам 10 13 13 13 с половиной вот прекрасно теперь делаем позиция латиф чтобы наш псевдоэлемент относился именно к этому сголовку контент пустой позиция абсолют топ 0 50 процентов трансформ транс лейтерик минус 50 процентов даже знаете как лучше будет сделать него здесь по 1 топ а вот здесь так будет гораздо правильней ситуация не осталось но зато нам это поможет в нашей вот этой вот палочки которая шириной 2 и ширина 2 и высота 126 так давайте отступим посмотрим что происходит у нас ничего пока что не происходит почему а до экран колори забыл естественно вот видим что она не совсем в нужном месте поэтому смотрим сервисе что не так с ним по 1 топ мини caption то есть по идее должно быть все правильно почему он уехал наверх странно ладно не будем здесь чтобы заморачиваться вот как то вот так вот давайте уберем и проверим можно в принципе сделать вот так вот чуть выше далее возвращаемся к нашему макету здесь у нас будет главок h2 мы его копируем двойным нажатием его коде смотрим что он после слова бизнес перенесен переносим забираем стиле так 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 и конечно есть у нас теперь аж 2 процентов текстолайн центр и все стили сюда так так инклод мэри эрек вот пока что все достаточно просто и принципе ничего такого сложного здесь нет 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 вот примерно стал наш голодчик но теперь самое интересное это эти три блока я предлагаю обернуть их в один общий так проще потом при адаптиве лично мне сервис с этом сервис с а этом нужно 3 внутри нас будет айкон иконочка также у нас будет caption, заголовок, description и a.button. button давайте мы возьмем из хедера, прям можно ее полностью отсюда забрать. Так, вот сюда вставляем и здесь пишем c details. Теперь в принципе вставляем текста. Чтобы правильно все спозиционировать, мы для начала сделаем все как нужно, то есть все текста, иконочки, все это тоже сразу сделаем. Поскольку у нас SVG, можем сразу SVG экспортировать, очень удобно. Вот прекрасно, теперь сюда вставляем SVG, сервис 1, вставили, смотрим, появилось прекрасно. Теперь таким же образом давайте, а можно просто прокопировать и там потом изменить. Так, сервис 2. Копируем, вставляем. Так, такая вот рутинная работа верстальщика, но тем не менее никуда не деться от этого. Так, но здесь текст одинаковый, поэтому ладно, поэтому ладно. Так. И вставляем еще один. Теперь уже третья иконка здесь будет у нас. Вот, и здесь у нас будет дизайн. Дизайн. Все. Теперь поехали к стилю. Надо все это застилизовать грамотно и красиво. Можем, в принципе, обратиться сразу к айтемсам. Дисплефлекция, часа, контент, спейс, битвин. Да. Далее, айтем. Капшн. Давайте начнем с заголовка. В принципе, это логично. Так, include mary reg. Так, что-то у нас уехало. Не туда нам надо. Сюда. Дальше. Так, description. Или description в нашем случае. Нет, не то скопировали. Вот, отлично. Include open reg. Проверим. Да, все правильно. Мы видим, в принципе, что все это правильно. Давайте теперь попробуем задать для этого 30% ширины. Это должно более-менее его спозиционировать. Вот, и теперь, что самое интересное, нам нужно посмотреть на текст, и мы видим, что у него примерно вот так вот сделаем. 230 пикселей. Примерно. Смотрим на текст. Смотрим на текст. Смотрим. Нет, этого мало. Давайте иначе больше сделаем. На самом деле не мало. Просто у нас, видимо, flex сжимает. Ага. Вот оно в чем дело. Да-да-да. Забыли здесь написать 100%. Вот. Вернем здесь 230. Должно быть все на месте. Да. Прекрасно. Теперь мы спозиционируем это дело сначала по вертикали. Ну, то есть просто отступим вниз. Ну, примерно 10,5, наверное. 10,7. Примерно вот так. Ну, и теперь самое главное. Здесь padding left 4, padding left 4. Скорее всего, я не угадал. Да, но будем сейчас подстраивать это дело. 7,5 где-нибудь. Примерно. А здесь у нас будет... Нет, не 0. Подождите. Да, вот это самая проблема. Правильно. Правильно это дело все спозиционировать. Так. Можем попробовать убрать ширину. Да, отлично. Если мы ее убираем, то у нас можно все подстроить. Правда, в padding, видите, немножко разные, как оказалось. Но в итоге все у нас будет ровненько и красиво. Итак, margin top от caption, а теперь где-то 3 рамы. Ой, нет, это многовато. 1,5-2. Вот, отлично. Теперь margin top от description примерно 0,5 рамы. Даже меньше. 0,3. 4. Ну, примерно 3-4. Окей. И margin bottom нужно сделать, потому что у нас отступа от боттона нет. И мы должны его сами задать. Вот, примерно вот так это делается. А что нам остается последнее в этом уроке? Это сделать по 1 ботам 4 рамы, допустим. У нас была 826 высота, как вы помните. Сейчас 718, да? 826 минус 718, 108. То есть нужно сделать 14.8 рамы. Проверяем. 826. Вот наш блок абсолютно полностью готовый и сверстанный. Убираем. И смотрим. Вот, прекрасно наш блок. Здесь все работает. Все эти эффектики мы сделаем уже, я думаю, ближе к последнему уроку. Но, тем не менее, вот вторая секция готова. На следующем уроке будем делать третью. Вот, ну и так далее. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok